Радость, ты со мной встречаешь солнце свет и ложи счастья с деницей покидая, румяна и свежа, как роза поливая, со мной делишь труд, заботы и обет. Эти строки, будто посвященные возлюбленной, на самом деле обращены к крымским красотам. Стихотворение так и называется – Таврида. Сам Пушкин называл его лучшей элегией батюшкова. 18 мая – 230 лет со дня рождения поэта, жизнь которого неразрывно связана с Вологодской землей. В честь памятной даты десятки неравнодушных к творчеству великого литератора собрались на открытии экспозиции, посвященной Константину Батюшкову. Много сейчас есть таких читателей, которые, вернувшись домой, все говорят, дай-ка Батюшкову почитаю, беру полочку и начинаю стихи. Может быть и есть, но это не массовые явления. Сегодня в Волокжане не только вспоминали о талантливой личности и непростой судьбе поэта, но и сами исполняли посвященные ему стихи. Словно гуляка с волшебною тростью, Батюшков нежный со мною живет. Он тополями шагает в злости, нюхает розу и дафну поет. Помнит Батюшкова и место, где открылась экспозиция. Поэт часто гулял вдоль Ленинградской, тогда еще Петербургской улицы и часто проходил мимо дома, в котором сейчас разместилась выставка со знаковым названием «Страницы жизни». Тут много мест, связанных с именем Константина Николаевича Батюшкова в Волоке. В частности, это педагогический колледж, который находится на одноименной улице, посвященной поэту. Это, конечно же, и бульвар, где любил гулять поэт. Скорее всего, кремлевские стены вообще его вдохновляли. И, наверное, в творчестве тоже появляются образы, связанные и с вологодским кремлем, и с вологодскими пейзажами. Об этом свидетельствуют и рукописи паэта, которые тоже представлены на выставке. А еще в стенах музея в Волокжане найдут копии документов, автографов, писем, рисунков нашего земляка, а также особо ценные экспонаты. Мы показываем здесь авторские работы. Это четыре акварели правнука Батюшкова, Владимира Николаевича Батюшкова. Мы показываем медаль, которую нам передали английские потомки фамилии Батюшковы. Каждая деталь в интерьере этого зала не случайна. Кресла созданы по образу той эпохи, в которую жил Батюшков. Часы под его портретом тоже остановлены специально. Раньше в этом зале экспозиции менялись одна за другой, но это нашла здесь постоянное пристанище. И теперь в мире забытых вещей навсегда останется память незабытому вологжанину. Елена Карпенко, Евгений Тюнев, Новости Вологды.